так продолжу прохождение вспомнить бы куда я общий шоу принятие в старый лагерь крестьянин гораццо кстати есть задание вернусь наверное опять же таки в новый лагерь если честно я постарался бы по дороге чем поубивать у меня есть какой-нибудь оружие помощнее ухо у дубина кирку так очень важно еще и длиннее вот я легко убью кого угодно любого вражину так тут короче есть под низом проход с волком короче этой дубиной судя по всему я убиваю волка с одного удара продал он мне тоже нормально так одамажил ну и с этой дубиной собственно с тем фактом что у меня прокачана уже сила очень много счет игра подлавливает темного то здесь зелья какой-то лежала без телекинеза кстати у меня есть телекинез у меня есть телекинез кто смотрел мое прохождение в risen знает что телекинезом очень удобно на самом деле подсвечивать все предметы всякие чтоб не дай бог не пропустить телекинеза телекинеза работает на все из по идее на траву то есть бежишь такой смотришь там может лежать какой-то меч медальончик или еще что-то здесь правда графоний такой что очень сложно что-то пропустить а я сейчас пойду город со он мне должен тоже научить силы сколько мне там силами сейчас 5 рация может научить мне чуть чуть больше максимум силы есть по моему стоясь и не ошибаюсь как можно не понимать его поговорим о чем-нибудь другом то дубина хорошая но по идее там есть дву рук наверное единственный который можно найти в первой главе в это не точно конечно можно у наемника какого-нибудь забрать грацио я уже много думал об этом и придумал что-нибудь получше да я просто обязан избавиться от лорда и его головорезов ты будешь далеко не первым из тех кто пытался сделать это я избавлюсь от лорда и его головорезов конечно не без твоей помощи ладно я дал клятву что больше никогда не буду бить человека но это не значит что я не могу другого научить этому слушаю тебя если хочешь иметь сильный удар ты должен знать основные принципы как это делается это первое что должен знать кузнец старайся наносить удар всей рукой от плеча до запястья чем лучше у тебя это получится тем сильный удар я думаю научиться этому тебе будет не так уж сложно спасибо тебе спасибо что помог используй свою силу только в крайних случаях и никак больше на водичек попей меня прослал левти я принес тебе воды спасибо парень а то я уже готов был пить хоть из лужи я не знаю как без брони вообще их ушатать я не знаю выжить меня послал левти Сходи к нему. Он хочет тебе что-то сказать. Блин. Может, обойти его, но я сохранюсь. Эй ты! Я же сказал тебе, что ты должен разнести воду крестьянам. Мне не нравится, когда кто-то не держит своего слова. Ну ладно. Иди сюда. Спокойно, спокойно, ты победил. Исход боя уже и так понятен. Левкий, оказывается, ты не сильно и мощный-то оказался. Я-то волновался. Давай, вставай, блин, разлегся. Скажи спасибо, что ты не убил. Как дела, друг мой? О, ну что тебе от меня нужно? Мне кажется, крестьяне хотят пить. Я постараюсь что-нибудь придумать. Не волнуйся. Грация, я его напинал. Хороший бой. Учеба пошла тебе на пользу. Спасибо. Блин, забрать бы у тебя оружие, а. Чем могу помочь? Ладно, была не была. Попробую. Что ты хочешь? Хватит с него! Где пуха твоя? Или я уже забрал ее? Возможно. Ладно, не сердись. Ты еще об этом пожалел. Я думал, что ты уже забрал. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь. Да, е-мое. Это не слишком интересно. Когда-то люди были сильнее. Где тут цикло? Трепещите от моей нереальной мощности. Нельзя доверить время. Спешка не доведет до добра. Все время... Что-то он вообще так ждал драпу, что хрен догонишь. Я думал, что это уже давно решенный вопрос. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Раньше все было намного лучше, чем то, что сейчас. Слишком много питания и слишком. Все время одно и то же. Я не имею отношения к этому делу. Интересно, а в этом что-то есть? Блин, я не вижу капель крови. Куда бы он мог убежать, а? Теперь я хотел бы этим двум навалять. Забрать свои деньги. Я заплатил одному из них сто золота. Получить захотел? Сейчас я надаю тебе по шее. Что звучит? И не пытайся отомстить. Блин. Блин, что-то неудобно немножко. Получить захотел? Сейчас я надаю тебе по шее. Жалко и зрелище. Да его же малейший ветерок свалить сможет. Что случилось? Мои деньги отдай. Что случилось? Ты еще пожалеешь об этом? Сейчас будет хорошая дорога. О! Я ничего не видел. Меня здесь не было. Хватит с него. Я бы сказал, чистая победа. Ты снова хочешь получить? Как идут дела со Шнапсом? Зайди и спроси Силаса. Нам не на что жаловаться. Поздно раскаиваться. Сейчас я тебя убью. Что там вякнул? И как идет приготовление? Я не успеваю готовить столько Шнапса, сколько пьют все эти типы. А пьют они очень много, поверь мне. Но это и хорошо. Пока я здесь работаю, прислужники лорда мне не мешают. Мне нравятся местные правила у этих, у нового лагеря, у этих бандитов. Кто сильный, тот и прав. Кто сильный, у того и деньги. Есть еще один обидчик, который не очень хорошо себя ведет. Пойду и его жахну. Может, у него есть деньжата? Лис какой-то. Ладно, пахавая риса. Сыр. Хлеб. Сырое мясо. Блин, а где изделся? Что за фигня? А, я его выкинул. Не самое лучшее решение. Не самое лучшее решение. Я думал, это уже давно решено. Но тогда было ясно, что этим дело не хочется. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Нужно поступить, прежде чем что-нибудь говорить. Не самое лучшее решение. Надо выждать время. Спешка не доведет до добра. Нельзя верить всему, что говорят. Так. Кто тут из вас, мудак? Конечно, его злость тут не поможет. Чего уставился? Просто подумал. Может быть, ты захочешь болосника? А, давай его сюда. Гуляй пока, малыш. Не думай, что здесь что-то будет смениться. Да, дурное дело не хитит. Я думаю, ты меня не так понял. Чего? Убери оружие. Дурное дело не хитит. Убери оружие. Убери... Хватит с него. Так. Сейчас, сейчас, сейчас я все сделаю. Блин, ты, мудак, встал. Здесь никому нельзя доверять. Каждый может обмануть. Это же не мое. Чего уставился? Возможно, здесь никому нельзя доверять. Я... О, драки! А, драка! Жалкое зрелище. Да его же малейший ветерок. А-а-а... Сейчас. У меня ДПС большой, но брони вообще нету. Чего? Просто подумал, может быть, ты... А-а-а... Мне казалось, что... Возможно... Чего? Убери оружие. Сейчас. О, жалкое зрелище. Да его же малейший ветерок свалить сможет. Блин. Больше не хочу слушать эту болтовнику. Это не слишком интересно. Поговори на чем-нибудь друг. Ладно. План Б. Здесь никому нельзя доверять. Убери оружие. Хорошая битва! Я ударю его в спину, блин. Жалко, здесь нельзя как ботики-3 с размахом глупить. Конечно, его служба не поможет. Такое со мной больше не случится. Отличная драка! А, блин. Нельзя верить всему, что говорят. Сохрани этот тайм. Людям лучше этого не знать. Убери. Сейчас. Бей сильнее! Я не причастен. Стоит лучше решение. Хорошая битва! Чуть-чуть бы больше броню, и все, и можно было бы его ушатывать. Возможно... Убери. Сейчас мы посмотрим. Ох! Что случилось? Отличная драка! Я тебя запомнил! Убери оружие! Только между нами. Им не нужно. Убери оружие! Сейчас мы посмотрим. Не хотел бы я, чтобы сомневался. Так какого хрена, блин? Че, он бьет быстрее, чем я ставлю блоки. Убери оружие! Убери оружие! Жалкое зрелище. Да ему же валейший ветерок свалить сможет. На этот раз тебе повезло. Но я бы с удовольствием проучил тебе... Людям лучше этого не знать. Подмануть. Сейчас подождем, он встанет. Кто-то меня предупреждал, что он мне тут вшатает. Конечно, его сложно. Я думаю, что это у меня... Я тебя запомнил! Возможно... Чего уставился? Просто подумал, может быть, ты захочешь болотника? А, давай его сюда. Гуляй пока, малыш. Я думаю, ты меня не так понял. Чего? Убери оружие! Хватит с него! Убери оружие! Тебе повезло! Что случилось? Я не буду вмешиваться. Возможно... Здесь никому нельзя доверять. Сколько можно повторять? Это же не то. И почему нельзя держать тиск за зубами? Я тебя запомнил! Куда ты побежал? Конечно, его сложно, я бы не поможем. Что случилось? Будь цикло вонючее, стой! Не хотел бы я попасть в подобную переделку. Ладно, шеви. Глупость неизлечима. Я давно это знал. Интересно, а в этом что-то есть? Буду знать, как не платить, блин, мне деньги. Сколько у меня с эти деньжат? Я не имею отношения к этому делу. 268. Что-то вообще немного. Хотя я только что навалял двум пацанам, блин, и даже трем. Уже лучше я посмотрю со стороны. Еще. Есть еще один охранник, который охреневший не получил по щам от моей новой пушки. Видите, я не буду убивать их внизу пацанов тех, но я имел ввиду лорда и его подопечных. Я им просто дам по щам, а дальше пускай они занимаются активнее. Здесь никому нельзя доверять, вокруг слишком много предателей. Мне просто нужны были твои деньги. Я буду использовать мудро свою силу, мастер. Тут кто-то пытался, хотел поднять бунт. Форрус, ты? Наверное, ты прав. Кто он там? Он появился здесь. Это самое лучшее решение. Раньше даже сражались лучше, чем сейчас. Как ты? Приятно видеть здесь. Эй! Хочу всю живность начинать выносить ящеров. Например, всяких. Может быть, это правда. Не хотел бы я, чтобы за мной поступили так. Люркеров. Может, даже снайперов. Может, даже тех бандитов, которые нами здесь нападают. Именных. Непонятно, что они на меня вообще нападают здесь. Что тебе здесь нужно? Сволочь спину надавала мне. Что ты... Что ты... С двумя драться здесь очень сложно. Особенно двуручным оружием. Блядь. 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 Ах! Что я пробил, нажимаю, блин? Не знаю, может и не нужно было их убивать? Может и не нужно было. Ах! Каких животин я уже убивал? Странно, тут только выпадают сошныги шкуры и когти. У меня есть статья, в которой написано, что с них выпадают клыки тоже. Фигня какая-то. Фигня какая-то. Фигня какая-то. Фигня какая-то. Фигня какая-то. Фигня какая-то. только когти какого фига я не понимаю что за бред и не понимаю блин Навык добычи шкур волк, ороча собака, мрак корис тролль. Навыки добычи шкур рептилии, шных болотажер. Навыки добычи когтей. Ящерица, глорх, шных, навыки добычи когтей, волк, ороча собака, глорх, жорх, ищейка, мрак корис. Не видно, дело в том, что от когтей ящерица есть, а клыков нет. Видимо, информация неверная. Что за это, кстати, кольцо, максимум хп. Мне кажется, нет смысла вот это вот тупить и драться сразу с несколькими противниками. Кроме как, конечно, против таких от... Ящера чуть-чуть не добиваюсь одного удара. Если честно, еще бы чуть-чуть прокачать силу, буквально на пять. И можно было ящеров с одного удара убивать. Волков, кстати, по-моему, я с одного удара уже убиваю. Если то вообще волки. Вроде волки. Попробую по одному выманивать. Хотя волки стайные животные. Игра. можешь создать дважды меня пробил по звуку могу определить что где-то здесь есть пещера но я ее не вижу а также там же лорхи я теперь туда хочу но лорха я могу и не убить или как их тут называют снайперы наверно ну че попробую конечно когти плыки знаю эту дорожку по 2 готики она ведет к дракону да как-то резко в этой игре действительно начали лох-лох-лох а потом только на на блины и уже по два аглорха гасишь блин по два снайпера будучи в одеты в говно а бандиты ты еще меня узнаешь пока хватит удобненькие такие бандиты с деньгами ты будешь об этом жалеть да так тут у нас шных ты будешь об этом жалеть ты будешь об этом жалеть в этот раз в этот раз Ух ты Хмек Блин Это возможно что-то мощнее чем Я им не наношу урона, хмеки мощные Ладно, не пойду туда пока что Но надо запомнить, что есть некие хмеки А там орки Орк солдат Да ладно, мне все равно сюда рановато еще ходить Есть еще два обидчика, которых бы я покарал Бьют они, конечно, больно Но кто-то должен Восстановить справедливость Айду Доблесть надраться Не думаю, что здесь что-нибудь изменится И может чуть попозже Мне немного, кстати, осталось 180 В мишень стреляет Прикольно Молодец, тренируешься Блин, никак не могу привыкнуть к двуручному оружию Блин, пью вроде бы правильно Но он, зараза, делает паузу То большую, то маленькую Фиг поймешь Здесь есть короткий проход Кто же знал Добро паузу Ну, что-то блин этих надо как-то я не знаю капец я же махал убери оружие хватит с него только жил я хрен вообще как им драться блин ладно теперь у меня есть повод убить тебя это письмо у него было поздно раскаиваться сейчас я тебя убью ты даже не успеешь пожалеть об этом как следует лагеря ваша главная цель амулету братства которые могут носить некоторые пастушники из лагеря сектантов обращайте внимание на всех проходящих мимо при необходимости обыскивать и для маскировки возьмите одежду воров наши маленькие квентин кто этот квентин вентин дурачок умер квентин блин квентин который ищет и почему-то охотиться на значки братства ну дело в том что меня такой есть амулет братство может поэтому на меня нападают тихи его получается это не настоящие воры и и и и и и и У тех двух бандитов, кстати, что справа, что-то такая тупая позиция была, зачем там вообще стоять, кого-то там собрался убивать. Пойду посплю. Поговорим о чем-нибудь другом. Я давно это знал. Все время одно и то же. Не думаю, что здесь можно что-нибудь изменить. Только между нами. Я больше не хочу слушать эту болтовку. Так, а где Диего? Я вот все думаю, либо дальше прокачивать до 70 силы, а то их вообще до 100, либо все-таки уже начинать качать что-нибудь посерьезнее. Например, хотя бы владение оружием. Наверное, все-таки силу. Я хочу улучшить свои навыки. Теперь ты стал сильнее. Заходи еще. Тебе многому нужно научиться. До встречи! Спасибо, Диего. Сила 70 уже. Что-то в этой версии Мэтт какой-то мало надоедливый, если честно. Я помню, я как-то играл, он вообще не доходил, а что лучше меня не трогать. Я его раз пять, наверное, пиздил, и он все равно, в общем-то, вставал и снова за мной ходил. Я вот... Да лучше забудь об этом. Так... Это я уже все, по-моему, клацал. Ты хочешь... Что? Ах! И кроме того, я здесь по одной причине. Мне приятно выбивать... С удовольствием окажу тебе эту услугу. Арена ждет нас. Боль. Это испытание силы духа. Он даже при этом умудряется меня убить. Сволочь, ты. Не ты. Трус. Сохранюсь на двоечке. Уже 70 силы жишь. Боль. Блин. Ой, не то загрузил. Я вот, я что, уже даже три удара его блокировал, блин. Вот. Я и не хочу, сколько грязницы. Боль. Это я, я не хочу, сколько грязаница. Ух. 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 Я понимаю. Да. Боль – это, конечно, жесть. Хм. Ух. У меня с двух удара убивает. Как же тебя, блин, жахнуть-то, а? Боль, это испытание силы духа. Видимо, еще рано с ним драться, я не знаю. Нет, я попробую еще, пока не убью его. Тысячи миллионов раз заоружусь, буду сдохнуть и сдохнуть. Боль, это испытание силы духа. Не самое важное решение. Что если буду махать, блин, перед собой просто? Не давать ему подойти к себе. Боль, это испытание. Да, помахаешь перед собой, прям намахался. Боль. Как тут вообще бить, блин, этим двуручным оружием дебильным? Боль. Раз. Раз. Два. Раз. Два. 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 Ладно, не тяну я пока его. Не хватает, блин, мозгов что-ли, хреново. больше не хочу это как-то я помню с ним дрался это же банда квентина такой квентин блин я случайно не убил этих вот в которой в лес в пещере сидели пацаны кто такие квентин непонятно согласен меня те сюда и меня уже могут дай блин менять я в старый лагерь и и и и и и Может, одного боя достаточно было? Сколько там до левела? Дофига и больше, да? 5000, чуть меньше, ну с 80 сил я смогу его убить, нет? Нет, конечно, ну блин... Что думают обо мне в лагере? Ну, я тут поговорил с людьми. И что? Скатти сказал, что ты одолел Кирга, и он бы посмотрел, как ты выстоишь против Харима. Уистлер рассказал мне о Фиске. Я на твоем месте забрал бы руду и смотался. В любом случае, в его глазах ты поднялся. Слай рассказал, что ты помог в поисках Нека. Похоже, он тобой доволен. Фингерс сказал, что ты уже кое-что освоил, но он считает, что ты способен на большее. Ты и правда удачно провел это дело с Коргаломом. Декстер удивлен, да и я тоже. Торус говорит, что нам нужны ребята вроде тебя. Это хороший знак. Фиск сказал мне, что ты его удивил. В любом случае, он на твоей стороне. Ты обрел поддержку уже многих в этом лагере. Но тебе еще предстоит проверка на верность. До встречи. Ну да, остается только проверка на верность. Что я могу сказать? Ну пойду я, наверное, защищу лес еще. Вообще, мне нужно идти на шахту. Начинать квесты делать там. Это главный квест на вступление. Блин, походу в Болотное Братство легче всего попасть вообще. Ни хрена делать не нужно. Ну как, делать нужно, но как-то слишком легко я туда вступил. Драк, драконь. Ой, обычные снепперы. Вытаскивать по одному, убивать. Хули. Да ну не по два. Ну вы сволочь, а. Ох! Надо не забывать, что глорхи очень мощные на самом деле. Уже не помню, как там. От первого удара нужно уворачиваться, да получается? Опыта, конечно, дают с глорков очень много. Подключаться wanna готовить его! А-а-а-а. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скоро нужно будет переходить на банки Но пока что банок у меня очень мало Ветка падает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне их не убить Эй ты, ты что здесь забыл? Я хочу присоединиться к вам Что эта банда как раз таки Квентина Да, я нашел ДимаTorzok Блин, еще снайпер Еще снайпер Примерно тайминги понял, но если честно двуручным оружием так сложно тайминги отрабатывать Сохранюсь Я что подумал, может пойти другой лес еще сжахнуть? Кстати, здесь можно перейти и там еще есть животины, которых можно убить, например, тут шных У меня подразок ударил по ходу дела Давай уже нападай Мда, 70 силы не шутят Миллиметровщик К сожалению, конкретно этих гоблинов чуть-чуть не добиваю Исправили, кстати, бах с этим Тоже с поеданием еды, когда много-много-много раз жмешь поедание еды И он все равно в конце еще один раз съедает Неудачно как-то я Долж там есть Где ручно Долж это чувśmy Долж там Гоу-Гоу-Гоу-Гоу Продолжение следует... Где твой меч? У тебя был меч. Ладно. Заклинание. Телекинез. Ладно. Я уверен, там вообще как бы не очень... Кочерга, лучше бы ты сбылась заготовка. Но опыта насыпали немало, кстати. Продолжение следует... Ай, никогда не привыкну к этому оружию. У меня, видимо, еще осталась мышечная память с прошлого раза. Берите сюда, бандюки. 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 Продолжение следует... Пчелы, здесь... Я почти уверен, что я их убивал. О, ящеры. Продолжение следует... 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 как мне предписал один влизание я хотел посмотреть тяжелую сложности осмотрели логий здесь нас тоже напишет читер на первой главе нельзя убить волка с одного удара дизлайк отписка этого я вообще не бил сам сдох а и и и Продолжение следует... Хорошо, что я недалеко от города. Сейчас пойду еще... Так, сколько у меня денег осталось? Нам обучения хватит? Хватит с головой. Больше силы. Все в максимум силу, блин. Продолжение следует... 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 Так, тебе надо как-то загрызть волков. 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 Мне, кстати, бесит в этой игре, то, что я вот убивал мощных таких животин. И при этом из них выпадают когти, которые стоят 10. На продажу 5. Понимаю, что там бонусом их 4 штуки, но сволка тоже как-то и шкура. Сколько там шкура стоит? 10? Ну и 2 клыка. С ящера только 4 когтя по 10. То есть на 5 дороже, но такое. Если их много-много, конечно, убивать, то денег становится очень много. Отлично. Да ладно. Угу. Уга-а. Угу. 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 все больше шишни нету ну на мракольца нападать не буду я уже говорил как минимум потому что мне нужен и в урок не знаю зачем продать хотя в скором времени у меня будут все деньги на свете куда я кстати ходил уже и и и и и блин какие-то странные животные что-то мне такое ощущение что раньше они не были такими тупыми хотя блин это первая готика может так и было все сколько в 6 лет у денег 2 по 10 крылья и того дешевле то есть шешень чуть дешевле выходит чем волк какие-то не волки это жили по всему варги поручья собака пробовать одну жахнуть они еще подходят как снайперы если меня занет на меня убьет я хочу я его не шота я не буду пока с ними драться значит он намного сильнее чем какой-нибудь лорх там или еще кто-нибудь у меня есть подозрение что он даже сильнее чем снайпер что-то милкнула вниз туда не пойду по моему если не ошибаюсь там огненные ящери а я с огненных ящеров пока что не могу ничего снимать по моему там еще можно огненные языки будет снимать не ходи в лес говорили они мне взял и пошел ажу истекая кровью конечно есть еще болтажеры можно их поубивать не знаю не помню сильные и не сильные мне такое знаете воспоминания как будто они по мощности как маркорицы блин ладно не буду пока их трогать почитаю потом имеет смысл их убивать или нет может с них тоже можно что-то выбивать я купил книжку шершней хотя кстати мог его ее украсть просто и она уже у меня купилась давно но это дорога ведет к маркорису я помню тут макой маркорисов 2 было она получается один здесь а другой в этом дальше чуть-чуть по дороге в этом лесу по моему нет маркориса я как-нибудь еще пробегусь там я в принципе до лево сколько 3000 до лево осталось чем может быть переходить уже следующую главу 2 3 3 4 4 5 6 Продолжение следует... Так, пойду переночую. Я, получается, для болотного лагеря уже все сделал. Для нового этого лагеря, для старого лагеря все сделал. Осталось только выполнить главное задание, да? И, собственно, по ходу дела, вроде бы, как все сделал для нового лагеря. Хотя там особой квестов не было никаких. У них заключается вступление в лагерь. Это отдать им 400... Ну, короче, во-первых, кольцо отдать, которое меня сопровождал охотник. Да, потом им дать, просто отдать 400 монет. И в шахты принести им письмо. В шахту идти надо вот так вот. Ну, короче, такое, самое, вроде бы, простое вступление. Хоть я и говорил, что болотный лагерь слишком легко вступить. Но дело в том, что там тоже где-то нужно 100 золота заплатить, где-то еще что-то. Вот они туда иду, да? Я понял. Надо почаще сохраняться, потому что такие даже ситуации бывают, когда просто бежишь, бежишь, бежишь и умер. Это же готика, блин. Тут может быть все что угодно. Я смотрю, багов много поисправляли. Я всего один раз умер от падения. Но там действительно была высота, не самая маленькая. Все, идем на шахту. Наконец-то. На каком левеле, блин? На десятом уровне мы идем на шахту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стражники ничего не делают. Если у вас что-нибудь здесь, то вроде ничего и нету. Их, по идее, даже можно прибить при желании. Уда, ничейная. Ладно. Кирка. Бесплатная руда. Нормально вообще. Ты кто? Стражник. Кто-нибудь будет вообще со мной разговаривать? Видимо, нет. Всякие технологии у них. О! А что в этой игре нельзя добывать руду? Или я что-то путаю? Подкрадывание, алхимия, акробатика, трофеи. А что там еще есть? Магия. Мастер взлома, воровство. Может, мне внутри научат добывать руду? Ты можешь рассказать мне что-нибудь о шахте? Мы находимся в главном стволе. Вниз можно спуститься с помощью системы переходов. Рудокопы работают везде. Но будь осторожен, здесь очень много ползунов. На нижнем горизонте стоит плавильня. Мы сами плавим небольшую часть добываемой руды. Расскажи мне, чего здесь следует остерегаться? Главную опасность представляют ползуны. Из-за них мы вынуждены были оставить несколько забоев. Они даже съели нескольких рудокопов. Расскажи мне о ползунах. У меня в горле совсем пересохло. Если ты принесешь мне пиво, я расскажу тебе о них. Вот, выпей это за мое здоровье. Бери. Жри. Спасибо. Ползуны живут большими стаями в старых заброшенных забоях. В основном стволе они еще ни на кого не нападали. Если ты наткнешься на ползуна, беги от него как можно скорее. Или стань спиной к стене. Тогда, может быть, тебе удастся спастись. Расскажи об этом что-нибудь еще. Я думаю, Вайпер сможет рассказать тебе больше. Спроси его. Он наш плавильщик. Или поговори с Яном. Он управляет всеми делами шахты. Где мне найти Яна? Он находится в центре главного ствола, возле склада. Да, ты знаешь Торуса? Забудь здесь о нем. В шахте командует только один человек. И это Ян. Он у нас главный. Если ты поссорился с ним, считай, что ты поссорился со всеми в шахте. Понял? Ок. До встречи. Так, тут я вижу двух людокопов. Как вам здесь добывается? Как жизнь? Что ж, у меня болит спина, руки отваливаются, меня мучает жажда. И вообще, я смертельно устал. И еще, это монотонная работа, которая скоро сведет меня с ума. Ну так, а ты можешь не работать? Что ты знаешь о ползунах? Как вести себя при встрече с ползунами? Бежать! Бежать изо всех сил! И тогда, быть может, ты сможешь уцелеть. Но если потеряешься, никто не придет к тебе на помощь. Никто и не заметит твоего исчезновения. Кто здесь главный? В шахте всем заправляет Ян. Во главе стражи стоит Асган. Расскажи мне о шахте. Все мы должны работать. Без отдыха, без солнца. У нас нет шансов выбраться отсюда. Только смерть прекратит наше мучение. Интересно, они тут работают прямо на износ. О, Гленн, привет. Я хочу осмотреть шахту. Можешь что-нибудь посоветовать? Держись подальше от ползунов. Чем ниже ты спускаешься, тем больше будет вокруг этих тварей. Мерзкие порождения Белиара. Они таятся во тьме и поджидают свою добычу. Ты слышишь, как их когти царапают камень, когда они подбираются все ближе и ближе. Я видел, как они убивают. Они быстрые и безжалостные. Если тебе дорога жизнь, лучше уноси отсюда ноги, пока еще цел. Да я уничтожу твоих ползунов. Расскажи мне о шахте. А что тут рассказывать? Рудокопы добывают руду, а мы их защищаем от ползунов. Ну, уже хорошо, хоть защищать от ползунов. Кто здесь командует? Ян и Азган. Обращайся к ним, если тебе что-нибудь понадобится. Что ты знаешь о ползунах? Вот что я думаю. Их всех нужно уничтожить как можно быстрее. Как жизнь? Слушай, не отвлекай меня от работы. Ладно, я понял. Значит, стражники здесь их охраняют. Рудокопов, чтобы тех не сожрали ползуны. Эти, скорее всего, все равно затухнут здесь, потому что их не пускают на солнце, как Агин рассказывал здесь. Так, ты у нас кто? Я могу у тебя что-нибудь купить? У меня есть все, что можно продать. А то, чего у меня нет, все равно никому не нужно. Покажи мне свои товары. Так, у тебя есть денежка, я смотрю. Это хорошо. Но у меня есть всякая фигня. Ой-ой-ой, что-то я увлекся. Ладно, так уж и быть. Сделаю тебе скидку. О, страж. Расскажи мне что-нибудь интересного. Что могут стражи делать в этой шахте? Охотятся на ползунов. Тебе лучше бы идти в лагерь. Жизнь целее будет. А зачем вы охотитесь на ползунов? Челюсти. Вот что нам надо. В них содержится ценная слюна. Что она из себя представляет? Яд. Но Коргалом знает, как из него приготовить эликсир. Кто такой Коргалом? Да я знаю что-то. Он один из самых влиятельных особ нашего братства. Он знает многое. И даже как читать мысли людей. Еще он алхимик. Приготовленные им эликсиры помогают душе говорить со спящим. Да ты просто загляни в лагерь. У нас всегда рады новичкам. Хорошо. Может быть загляну. Увидимся. Да пробудится спящий. Да пробудится спящий, да. Строжники. Тут сундучки у них вкусные. Может имеет смысл факел зажечь. Не очень, правда, он помогает. Какие дороги у нас сюда? Внизу есть шахтеры. Что-что мне нравится. В первом резине. В первой готике. Так эти шахты, пещеры. Ладно, схожу пока, что туда. Здесь лучше особо, конечно, не прыгать. Потому что были случаи, когда я играл. Я проваливался в текстуры. Давай, уходи. Как жизнь? Уйма работы и слишком мало отдыха. Если есть вопросы, задавай их быстрее. Я очень занят. У матросов нет вопросов. Стражники никогда не поймают меня. Ладно. О чем ты говоришь? Я работаю только тогда, когда они подходят слишком близко. Все остальное время я занимаюсь своими делами. Думаю, они все равно тебя подозревают. Зачем это тебе? Конечно, ты прав. Я получаю так же мало руды, как все здесь. Ее всегда не хватает, так что приходится меняться. Я всегда в курсе последних событий. Могу рассказать много интересного. У тебя с собой случайно есть руда? Ну, скажем, 10 кусков. Хорошо. Возьми 10 кусков. Спасибо. Если ты вернешься в главный ствол шахты и спустишься вниз, ты увидишь две пещеры. В одной из них будет стоять стражник. Там же стоит старый пресс. Если тебе повезет, ты найдешь зелье лечения. Но будь осторожен. Там повсюду ползуны. Если захочешь узнать что-нибудь еще, приходи ко мне. Уж я смогу тебе помочь. Есть какие-нибудь новости? Расскажешь? А у тебя еще есть руда? Надеюсь, за эти 10 кусков ты расскажешь мне что-нибудь стоящее. Здесь очень много запертых сундуков. Отмычки можно купить у рудокопа по имени Глент. Ты найдешь его наверху. И все. Желаю удачи. Ты знаешь, где меня найти? Да, я приду потом со своими деньгами, если честно. Что-то ты мне вообще не в тему рассказывал. Я понимаю, что ты на 20 руды стал богаче. Но эту шахту, так как я в принципе знаю и просподлерю, что она будет разрушена, имеет смысл здесь хотя бы, может не убивать всех, но по крайней мере избить. Потому что... Потеряю много опыта, если этого не сделаю. Сложно будет, конечно, тягаться со стражниками. Я даже не помню, в какой главе шахта обвалится. Как идут дела? Я могу предложить тебе одно дельце. Если ты сможешь отправить Аарона подальше от его сундука, я дам тебе 10 кусков руды. И еще увидимся. Конечно, увидимся. Не то, чтобы 10 кусков руды мне были нужны. Я только что твоему другу, ну, 20 кусков отдал. А, он сундук хочет открыть. Давай попробуем. Может, опыта дадут. Что ты здесь делаешь? Охраняй свой сундук, чтобы рудокопы типа снайпса не лезли в него. Я слышал, что в шахту пробрались воры. Они хотят украсться руду. Думаешь, я такой идиот, что поверю этому? Да никто не осмелится сюда и носа сунуть. Рудокопы нашли огромный кусок руды. Ну и что? Думаю, тебе интересно будет посмотреть на него. Да ну его! Меня прислал Ян. Он сказал, что хочет видеть тебя. Чего он хочет? Он хочет наградить тебя за твою работу. Правда? Если так, разрешаю тебе забрать эту награду. Меня... Чего он хочет? Он хочет наказать тебя. Говорит, что ты бездельник каких мало. Первый раз, что ли? Лучше уби... Ай, блин. Меня... Чего он хочет? А, не знаю, чего он там хочет. Сходи к нему и сам узнать. Думаешь, он рассказал бы мне об этом? Хорошо, уже иду. Для этого мне нужен ключ. Ладно. Ну, где мои десять кусков? Возьми, ты заслужил их. Да, знаешь, что еще? У меня есть ключ от этого сундука. Только для тебя. Всего за тридцать кусков. Фарукан, я его покупаю. Думаю, дело того стоит. А что с этого получишь ты? Да знаешь, мне просто приятно, что я смогу обвести кого-то из стражников вокруг пальца. А если что-то из этого сундука окажется у меня, мне не жить. Еще увидимся. Конечно, увидимся. Пиво. Лечение. Ну и... Нормальное количество руды. Еще бы этих всех отлупить и забрать. Спускаемся на этаж ниже. Что хранится на складе? Это тебя не касается. А ты здесь давно стоишь. Хочешь пить? Ты прав. Да, с удовольствием бы что-нибудь выпил. А у тебя есть с собой что-нибудь? Охранник. Охранник, блин. Ему вообще не стоит доверять. Слушай. Ян и стражники сидят внизу и едят жареное мясо. Что? Без меня? Ну так я пойду и заберу свою долю. Уйди из-за... Ну так иди забери. Для этого мне нужен ключ. Для этого мне нужен ключ. Блин. Новенький? Ты руду добывал когда-нибудь? Пытался, не получилось. Ты давно здесь живешь? Да. Я уже лет десять здесь живу. И знаешь, за это время я многому научился и многое испытал. В какие только неприятности я не попадал. Но, как видишь, я все еще жив. Когда-то давным-давно мы работали на шахте. Теперь она заброшена. Да и балки, наверное, уже давно обрушились. Но это было давно. Должно быть, ты уже немало слышал о разных планах побега из колонии. Послушай, парень, я понимаю твое желание выбраться отсюда. Но мой совет, забудь об этом. Я видел тех, кто пытался пройти через барьер, не повторяя их ошибок. Барьер никого не выпустит. В мои планы не входит провести ближайшие десять лет в этой шахте. Не хочешь, не надо. Возможно, когда-нибудь ты будешь большим человеком, кто знает. Да только барьеру не важно, кем ты будешь. Он тебя все равно остановит. Ладно. Желаю удачи. И тебе того же, паренек. Эй, парень. Следующая такая шутка будет для тебя последней, понял? Эй, ты не терял ключ от своего сундука? Верно. Даже не хочу предполагать, откуда ты узнал об этом ключе. Двадцать кусков, если ты вернешь мне ключ. Вот твой ключ. Мой ключ, точно. Вот как мы и договаривались. Твои двадцать кусков руды. Но в будущем я с тебя глаз уже не спущу. Ладно. Так, ты так такой, Ян. Я слышал, у тебя может быть ключик. Ты, Ян, главный человек в этой шахте? Да, меня зовут Ян. Это моя шахта. Тебе лучше ничего здесь не трогать. И постарайся ничего не сломать. Я думал, что эта шахта принадлежит Гамезу. Конечно, эта шахта принадлежит старому лагерю. Но здесь, внизу, вся власть принадлежит мне. И больше никому. Очень странно. У тебя на самом деле доспехи призрака. То есть ты по рангу ниже, чем даже вокруг тебя ходят охранники. Ты можешь рассказать мне о добыче руды? Рудокопы добывают здесь руду днем и ночью. Наша выработка составляет двести двадцать мешков руды. Двадцать из них идет на переплавку. Из всей руды, которую мы поставляем королю, можно выковать не одну сотню клинков. Я слышал, что это не простая руда, а магическая. Ты можешь рассказать мне о ней? Магическая руда обладает особыми свойствами. Оружие из нее никогда не ломается. А клинки выходят гораздо острее, чем из обычного железа. Армия солдат с таким оружием имеет серьезное преимущество в любой битве. Знаешь, лучше бы тренировались бойцы, а не оружие, которое никогда не ломается. Сломалось оружие, сделал новое, выклал новое. А ты знаешь о руде еще что-нибудь? К сожалению, руда теряет магические свойства при переплавке. Только в плавильнях Нордмара знают правильный способ. Но даже в этом случае, оружие из нашей руды превосходит обычное оружие по многим параметрам и наносит больший урон врагу. Мне как раз нужно такое оружие. Лишь в Нордмаре там уют. Похожу и туда когда-нибудь, в Третьей Готике. Расскажи мне об этой шахте. Если ты захочешь осмотреть шахту, тебе не следует далеко отходить от основного ствола. В дальних забоях обитает очень много ползунов. И постарайся не отвлекать стражников. Большую часть времени они ничего не делают. Но уж если поблизости окажется ползун, они смогут тебя защитить. Хорошо, я это запомню. Ладно, у меня еще много дел. Но помни, не мешай моим людям работать. Я просто посмотрю шахту. Диего прислал меня сюда. Я должен забрать список. Понятно. Вот тебе список. Они должны поторопиться с доставкой. Могу осмотреть шахту? Только не создавая нам лишних проблем. Список мне дали. Эй ты, не было там никакого мяса. Наверное, я ошибся. Желаю хорошего дня. Блин, теперь я его не выгоню оттуда. Я могу что-нибудь купить у тебя? Еще бы. Все, что захочешь. Если сможешь заплатить. Покажи мне свои товары. Не, что-то не густо. Ладно. Хоть столько. Интересно, здесь яблочки дают силу, если их сажать очень много. Ладно, пускай хоть так будет. Хотя можно немножко выторговать. Аккуратнее. Вот так вот хотя бы. Покажи мне свои товары. А все, они уже неинтересно. Так, а что там интересно в этом свитке? Двадцать буханок хлеба. Не заплесневелого. Двадцать пять, тридцать яблок. Десять кусков сыра. Одна чербак. Одна щетка. Пять кирок. И три молотки. Кирки молотки. А, молотки. И много болотника. Это же первый груз за этот месяц. Груз должен быть доставлен послезавтра, Ян. Хорошо. Скучно тут у вас. Спущусь еще ниже. Что ты знаешь о ползунах? Где-то в шахте у них есть логово. Если бы мы только узнали, где именно, мы смогли бы уничтожить их раз и навсегда. Да хранит тебя спящий. Было время. Все время. Все было и то. Я вот не знаю, с любого ползуна выпадают панцирья или не с любого. Что ты знаешь о ползунах? 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 Продолжение следует... Не маленькая на самом деле шахточка Мне даже тут свой орк есть Да пробудь... Уйди с дороги Не, а не стой... Да стой... Что ты здесь делаешь? Я охочусь на ползунов Ты можешь рассказать мне, как охотиться на ползунов? Что ж, здесь есть только одно правило Когда ты видишь перед собой ползуна, атакуй его первым так быстро, как только сможешь Твое бесстрашие и отвага сослужат тебе хорошую службу Вайпер Ты должно быть плавильщик А ты умный парень, как я посмотрю Я слышал, что в шахте приплавляется только часть руды Когда-то мы переплавляли всю руду Но Гомес и маги решили, что так не пойдет Несколько недель они что-то здесь изучали Рассматривали руду и все остальное Они несли всякую чушь и совали свои благородные носы в те вещи, о которых не имели ни малейшего представления В итоге мы стали переплавлять только часть руды А маги сюда больше не показывались Ты можешь дать мне руду? Если у тебя есть что-нибудь взамен Давай меняться Ого, 1200 Знаешь, я выменяю у тебя все Это я, во-первых Обалится кирка О, ровненько У меня просто нереально деньжиж теперь И это я еще трофеи не продавал Вот че Я могу помочь тебе? Хули смотришь Хули жрешь? Иди работай Руда сама себя не добудет Пока никто не видел, можно было бы полные карманы набить Здесь рудой Что-то тут есть интересного Ничего Эй, как дела? Хорошо Пока никто не стремится выпустить ползунов И мне не надо никого калечить А что же скрывается за этими воротами? Ползуны Здоровые, мерзкие хищники Их здесь очень-очень много Ладно, не буду открывать эти врата Так, что тебе наверху? Теперь я хочу сюда Кажись, я ни разу сюда не залазил Вообще никогда Ну я думал, здесь единорог, но единорога здесь нет Это рудокоп Еще рудокоп Ну выше уже не залезть Вроде Ну скажем так, не зря сюда спускался Руды очень много Выменял Полчик Скажи, что здесь сделает орк? Работает Его нашли стражники и заставили выполнять самую тяжелую работу Его не держат на привязи Почему же он не сбежит? Однажды он попытался Стражники его так сильно избили Что он недели две встать не мог С тех пор он смирился и не хочет убегать Ладно Не хочу Возможно 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 Şeyи Что? Возможно Возможно Стэк Стэк Так Так Возможно vacc Держи язык за зубами, остальным незачем знать об этом. Чужие проблемы не мое дело. Давай лучше о другом поговорим. Надо узнать где этот ключик взять. Мне кажется его больше не вытащить оттуда, конечно попробую. Тут именно такие забавные рудокопы, казалось бы. Человека сюда привезли и заставили работать. Но при этом они свои воровские навыки не растратили полностью. Как были всякими ворами, разбойниками и так далее, так и остались. Даже будучи шахтерами. Везде пытаются промышлять. Обзористка. Продолжение следует. Музыка. Продолжение следует... 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 А, блин. такие говорил здесь умереть еще и еще а чужие проблемы не мое дело не хотел бы я оказаться уж лучше я посмотрю со стороны надо выждать время залезу сохранюсь задолбался дохнуть в в в в в в в в в Продолжение следует... 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 надо выждать при хране этот свежка не доведет добра же этого не знаю уж лучше я посмотрю со стороны вижу ты наркоман хочешь болотника со мной такого же лучше я посмотрю со стороны я бы еще попробовал зашел бы попытался бы зайти в шахту нового лагеря дебил что ли прыгаешь как дела гомер плотина в порядке она надежна как крепость которую никто не может я понял тебя знаешь ли ты номер что тебе есть одноименный нет тезка короче в известном сериале мультсериале возможно уже тогда было ясно что этим дело не кончится уже тогда было ясно что этим дело не кончится опять ты у меня есть список припасов для старой шахты неплохо как ты его достал его дал мне явно ты смелый тебя прислали испытать меня ведь так торус должно быть уже сходит с ума я уверен я получил задание от диего а диего приказывает торус так я могу пройти да проходи ларс не поверит своим глазам но я им еще ничего не дал как бы ларс хоре бухать ты задолбал блин дебил у меня есть список припасов для старой шахты да ты что невероятно а ты смелый парень как я погляжу покажи его мне вот он хороший у тебя топор так так знаешь что мы сейчас сделаем мы его немного подправим а потом ты отнесешь его в старый лагерь а потом когда они доставят товар в шахту мы просто заберем его себе ну вот сейчас мы все сделаем хитрый есть вот и списочек ты знаешь что делать так ты говоришь так и что же там подправил то уже тогда было лишь интересно возможно все время одно и то же да есть кое-что еще 30 бутылок пива 5 бутылок вина 25 жареных окороков полдюжины мечей вот еще еще нужно интересно это уберись хорошо отличная была битва а я нечаянно блин вы чё издеваетесь надо мной специально заставить свои банки чтобы их хватал этого достаточно чтобы меня приняли в шайку думаю да я даже приготовил тебе подарок доспех если быть точным подарок конечно небольшой но заслуженный и что же мне теперь делать теперь ты один из нас при этом мы не посягаем на твою свободу делай все что захочешь если ты действительно хочешь быть нам полезен иди к мордрогу и помоги ему справиться с делом сектантов кто здесь может меня чему-нибудь научить я могу научить тебя как стать более сильным и ловким я хочу улучшить свои навыки в принципе то же самое что и диага меня может учить но я к сожалению становлюсь сразу вором и левел при этом не а по его но мне он дает доспех неплохой от 30 защиты еще и от стрел ну вот я думаю имеет смысл так и все оставить сбегаю быстренько я думал это уже давно решение к этому в новый лагерь в старый лагерь отдам беспалевно типа где я документик что отдыхать идете пацаны давайте хороший посох судья ничего так долбит молодцы что отдали его мне такое со мной больше не случится я не буду вмешиваться надо выждать время в принципе я так понял можно было не мучить жопу блин и стать начале ворон убегает одеть нормальную броню как у меня сейчас а потом мы уже иди идти фармить могу а я собственно сделал немножко не в той последовательной стену то есть я начали все зачистил до от волков блин от шных от снепперов а потом только отдел броню что в принципе не есть правильно потому что в этой броне я бы получал бы намного меньше урона прям в разы меньше урона слушай ты же охотник покажи мне свои товары у тебя есть 200 руды у меня есть обычный меч жало из плотины чем тут еще продать крылья крылья 209-212 пускай будет сколько у меня там диньжи диньжиши же 2200 на что угодно хватит ну мне по крайней мере так кажется что вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Как тебе это? Отличный удар! Никакой пощады! Полная победа! Хороший бой! Поздравляю! Держи свой выигр! Сейчас мы посмотрим, кто кого! Отличный был бой! Да! Отлично! О! Драк! Буэна! Да! Отлично! Осторожно! Некоторых людей ничего не учит. Надо выждать... Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Выиграл 25 руды. И то, что бы они мне нужны были прям сильно. Ты хочешь со мной поссориться? Да! Что ты взял вообще? То есть это где-то меч твой лежит. Вот он. 50 руды, между прочим, стоит. Может, стоит забыть об этом? А теперь моей силы достаточно, чтобы сразиться с тобой. Теперь ты готов. Отлично! Приготовься к встрече с создателем! Лучше я посмотрю со стороны. А! Уфа! Дружище, ну у меня же уже как бы... Я еще и сохранился не вовремя. Ладно, потом с тобой поговорю. Блин, долбит он, конечно, и больно, и сам вообще неубиваемый. Ладно, я отнес все, что нужно было. А, уже все еще раз вернусь обратно в новую шахту, блин, в новый лагерь. Схожу к шахте, поговорю там с этим, с охотником в лагере. Возможно, не в шахте, а в лагере. Чтобы он сказал мне, что там за дела с... В болотном лагере с сектантами. И пойду эти проблемы решать. Может быть, даже по дороге что-нибудь поубиваем. Может, покачаюсь. Пока меня не впутали. Пока что все. Все.